Я получил вопрос, который я в той или иной форме получаю. Думаю, что пришло время сделать ролик по этому поводу. Вопрос следующий. Здравствуйте, господин Штарк. У меня вопрос. Преподают ли в Европе и в частности в Германии, школе, как бы это назвать, основы сексуальных отношений, однополовые взаимоотношения? Что это нормально и так далее? Навязывается ли это как-то? Именно в школах. И второй вопрос. Могут ли однополые пары заводить детей? Насчет школ и пропаганды гомосексуализма я, честно говоря, сам не верю. С девушкой начали на эту тему спорить. А исходя из ваших видео, вы говорили, что в Германии был и есть спад демографии, в связи с чем страна приглашает молодых специалистов на работу. То есть как-то это все нелогично. Вот поэтому и пишу с вопросами. Заранее спасибо за ответы. Итак, сразу коротко на два вопроса. Могут ли однополые пары заводить детей? Да, могут, как и в том числе заключаясь в браке. И по поводу демографии. Демография, конечно, ни в коей мере не связана с сексуальным преподаванием в школе. Демография связана с тем, и я неоднократно об этом говорил, что чем выше уровень жизни в стране, и это причем не только людей касается, а вообще всех животных, то есть чем лучше, скажем, животные живут, тем почему-то у них пропадает желание к размножению. В зоопарке у них есть еда, они защищены, у них созданы идеальные условия, но получить потомство в зоопарке, как вы знаете, очень сложно. Точно так же и устроены люди. Как только уровень жизни повышается, у людей возникает множество различных интересов, они ставят свои интересы выше, например, такой цели, как завести и воспитать детей. И это было всегда во все времена. То есть в Римской империи, грубо говоря, в период расцвета демографическая проблема была еще выше, чем сейчас в Европе, и точно так же в неразвитых или плохо развитых странах Ближнего Востока и Африки там нет проблем с демографией. То есть это обычное поведение живых существ. Что касается сексуальных отношений, здесь вот уже в самом вопросе можно понять, что человеку, видимо, ничего подобного не преподавали. Вот он пишет. В частности, в Германии, как бы это назвать основы сексуальных отношений? Ну вот так и надо называть основы сексуальных отношений в этих словах, как и половое воспитание, или пенис, или вагина. В этих словах нет ничего страшного. Эти слова, может быть, страшно звучат именно в ушах русских людей, потому что как раз-таки эта тема зажимается, и в связи с этим даже у взрослых людей возникают проблемы вот задать элементарные вопросы. Вот для того, чтобы вот этого не происходило с немцами, им начинают достаточно рано преподавать основы половых отношений. Называется этот предмет сексуаль-кунды. В разных землях он преподается в разное время. Например, в Баварии там начинают седьмого класса. Но вообще общепринято уже в начальной школе начинать говорить об этом. Как об этом говорится? Прежде всего, с детьми об этом говорит специальный педагог, то есть сексуаль-педагогик. Есть такой раздел. И педагог получил образование в какой форме, в какое время, в каком возрасте, на каком уровне можно ребенку дать ту или иную информацию. То есть это профессионал. Конечно же, у него есть психологическое образование. И он преподносит информацию так, чтобы ребенка это не шокировало. В Германии написано очень много книг, именно детских книг на эту тему. Вот одни из них. Например, вот вариант. Откуда приходят дети, где на детском уровне, без подробностей, объясняется детям, что да, существуют тетеньки, у кого есть большой живот. Вот там, в этом животе, находится ребенок. И ребенок рождается через такое-то время. И на каком-то уровне ребенку достаточно этой информации. Дальше, точно так же, как со всеми остальными предметами, чем больше лет вы изучаете физику, скажем, в 10 классе вы гораздо больше знаете, чем в 7. Точно так же сексуаль-педагогик. На разных уровнях развития информация становится более детализированной, и эта тема углубляется. То есть понятно, да, что детей сразу не ошарашивают какими-то подробностями, но в то же время им дают понять, что существуют различия между мальчиками и девочками, что существуют гендерные роли. Например, такие темы разбираются. Существует такое понятие, как беременность. В каком-то классе, может быть, 9-ти или 10-ти летних детей информируют о том, что существует менструация, существует непредвиденная беременность, существует эрекция у мальчиков и так далее. Эти темы обговариваются. Скажем, на доске пишется слово «пенис» с одной стороны, и на другой стороне доске пишется слово «ваген». И дальше с детьми начинают говорить на эту тему, для того, чтобы они смогли произнести эти слова, для того, чтобы у них не было внутренней зажатости, для того, чтобы они не применяли какие-то нецензурные слова между собой во время проведения вот такого урока. У детей спрашивают, а какие смешные слова вы об этом слышали, может быть, вы какие-то анекдоты по этому поводу слышали, и стараются преподавать это все в легкой форме, чтобы дети не стеснялись, не сидели там с красными ушами, чтобы дети поняли, что об этом можно говорить, что девочка должна понимать, что у нее есть вагена, мальчик должен понимать, что у него есть пенис, и он мог бы назвать пенис пенисом, как и проговариваются слова «сперматозоиды», «яйцеклетки». Все это в детской доступной форме преподается. Вот, например, на этой картинке мужские и женские половые органы представлены в виде карты сокровищ, то есть сперматозоиды двигаются, вот у них есть какая-то цель, они должны туда попасть для того, чтобы найти сокровища в пещере. Ведь об этом можно говорить в разных формах, соответственно. Ну и делаются различные игры. Игры в виде квиз, например, то есть вопросы-ответы, когда какие-то вопросы задаются, и детей приглашают в дискуссии, то есть возможности, во-первых, задавать вопросы, во-вторых, пытаться ответить на какие-то вопросы. Ну и педагог смотрит уровень понимания. При этом, конечно, нужно понимать, что современные дети из-за доступности информации они гораздо больше информированы, чем вы думаете на самом деле. 80% немцев-родителей предпочитают, чтобы эту информацию дали их детям именно педагоги. Во-первых, педагог знает, в какой форме дать. Во-вторых, педагог может правильно и профессионально ответить на вопрос. В-третьих, педагог стимулирует детей задавать вопросы, это очень важно. Детей часто мучают вопросы, о которых вы даже понятия не имеете. И ребенок очень стесняется спросить об этом свою мать или своего отца. Особенно сейчас, когда очень много семей, где только один родитель, например, только мама, или только папа. Ну, представьте, папа воспитывает двух дочерей, или мама воспитывает двух сыновей. И у них возникают вопросы, как у всех остальных, но им трудно спросить о чем-то свою мать или своего отца. И, конечно, цель, основная цель, это информирование. Не стимуляция к сексу, а информирование. И донесение информации о том, что секс все равно будет в вашей жизни. Когда-то начнется. Но вы должны в свои 12, 14, 16 лет понимать, что вам не нужна беременность сейчас. А для того, чтобы этого не произошло, вы должны делать вот это и вот это. На уроках полового воспитания детям показывают такой предмет, как презерватив, и объясняют, для чего он существует. Им дают возможность увидеть этот предмет, познакомиться с ним, понять, как он устроен. Часто начинают эти уроки, например, надувают из них шарики. То есть, это делают в такой игровой форме, чтобы дети не испытывали страха перед презервативами. Это очень важно, чтобы и девочки, и мальчики понимали, что это. По большому счету, считается, что дети должны иметь презервативы с определенного возраста. И девочки, и мальчики. Мы живем в такое время, когда очень много страшных заболеваний, таких как СПИД. И дети должны понимать, что никаких отношений, ни в коем случае, не должны происходить без презерватива. Презерватив в наше время должен быть таким же необходимым атрибутом, как я не знаю, телефон. Это просто вызовы нашего времени. Мы должны подготовить своих детей к тому, чтобы с ними не произошли вещи, которые они не запланировали. Если они планируют детей, то тогда, когда им это будет уже нужно в определенный период их жизни, а не неожиданно. Поэтому может быть здесь очень маленький процент ранних беременностей. И точно так же Европа смогла добиться большого понижения больных СПИДом. Что, кстати, в России, насколько я слышал, наоборот. Потому что, видимо, не только среди детей, но и среди взрослых нет понимания, насколько это серьезно. Предохранение от таких случайных связей и так далее. Дальше на этих предметах разбираются вопросы, связанные с противозачаточными таблетками. Рассказывается девочкам, как это устроено, как меняется гормональный уровень. И плюс девочки до 18 лет, мне кажется, могут получать бесплатно противозачаточные средства, опять же, обговорив это со своим сексуальным педагогом. И затем направляется к врачу и получает свои таблетки бесплатно. То есть, это должно быть доступно. Средства предохранения должны быть доступны для детей. Вот еще очень важно, в начальных классах с детьми обсуждают такую очень важную тему «Ты хозяин своего тела». И детям достаточно рано доносится такая информация, что никто ни в коем случае, ни родители, ни соседи, ни знакомые дяденьки и тетеньки не должны как-то что-то требовать от твоего тела. И если кто-то пытается что-то делать с твоим телом, ты обязательно должен об этом сказать родителям и учителям. Ты должен помнить, что твое тело – это твоя собственность. Они должны понимать, что их окружает. И это делается в интересах защиты детей, чтобы дети были информированы, а не так, что подходит дяденька и предлагает сыграть в какую-то игру, а девочка совершенно не понимает, о чем речь. Нет, ей уже в школе, в первом, во втором классе рассказали, что если тебе такое предлагают, это ненормально. То же самое, что касается однополых отношений или однополых браков. Конечно же, в школе не говорится, что это нормально или нужно только так заниматься сексом. Но и не говорится, что это ненормально. Потому что в природе, в живой природе, мы наблюдаем у животных точно так же гомосексуальные отношения, значит, это свойственно живым особям. Поэтому нужно называть вещи своими именами. Есть очень много детских книг, где подобные ситуации на детском языке рассказываются. Я сам помню, что я читал такую книгу своему сыну и своей дочери, где приводилась история девочки, живущей с двумя папами, и мальчика, живущего с двумя мамами. И в этой книге детским языком рассказывается, что да, такое существует. Девочка и мальчик встречаются, обмениваются информацией, и вдруг оказывается, что у нее два папы, а у него две мамы. И дальше они начинают дружить с семьями, и там какие-то смешные истории рассказываются. И ребенку, говорится, в этой книге несется информация о том, что если ты это встречаешь, это часть нашей жизни. А не говорится о том, что так должно быть, а говорится о том, что да, это есть. Если у ребенка случилось, что у него два папы, это не значит, что он какой-то не такой. И тут же приводятся примеры, что есть дети, у которых только один папа без мамы, или только мама без папы. И это существует в наше время. Нельзя говорить, что однополовые отношения каким-то образом навязываются. Если уж это случилось, если ребенок чувствует в себе что-то такое, то ему говорится о том, что он не ненормальный. Он может скрывать это от своих родителей, но сексуальный педагог может, по крайней мере, дать ему совет, как он может об этом рассказать своим родителям или своим друзьям. Еще известная такая вещь, это журнал Брауэн. Может быть, знаете, может быть, когда-нибудь покупали. Это очень важный журнал, естественно, его может купить любой подросток. В каждом журнале Брауэн есть раздел «Вопросы доктора Зомар», то есть «Доктор Зомар» — это «Доктор Лето». И там две или три страницы посвящены вопросам подростков. На развороте этого журнала всегда фотография голой девушки и голого парня в полный рост, для того, чтобы подросток видел, да, вот это женское тело, и да, вот это мужское, вот они вот такие, да, то, что для нас уже давным-давно не открытие. Для ребенка в определенном возрасте очень важно иногда увидеть обнаженную девушку или обнаженного парня и понять, сравнить с самим собой. Вопросы, которые задаются в Браво, иногда это на самом деле очень наивные вопросы, очень даже детские. Ребенок, подросток, я вполне могу себе представить, черпает оттуда информацию, и, конечно, ответы там профессиональны. На вопрос, у меня 16 сантиметров пенис, нормально это или нет, или есть какая-то норма. Доктор Зоммер, за ним находятся какие-то специалисты, которые отвечают ему, что нет никакой нормы. Если об этом не говорить, ребенок будет излишне фантазировать. Ребенок будет искать информацию в интернет, и бог его знает, найдет ли он профессиональную информацию или нет. У него начнутся неврозы, страхи и тревоги. На пустом месте, когда вопрос можно решить легко, буквально очень рано, ответить ему на этот вопрос, и ребенок по этому поводу успокоится. И это все вызовы нашего времени. И наши дети точно так же живут в этом времени, как и мы с вами. И они должны быть готовы, они должны быть информированы. И это прежде всего направлено на сохранение их здоровья, психологического и физического здоровья, чтобы могли себя предохранять, чтобы понимали, как проходит процесс беременности, чтобы могли называть вещи своими именами, чтобы не стеснялись говорить простые элементарные слова. И тогда этот интерес, град этого интереса спадает. И тогда нет какой-то запретной темы, о которой ты не можешь говорить. Я считаю, что сексуальное образование в школе необходимо. Заниматься этим, конечно, должны профессионалы, то есть так как здесь это есть сексуальный педагог, а не какая-то тетя Маша, которая пришла и понятия не имеет, о чем она говорит. Очень важно издавать книги на эту тему именно детским доступным языком, рассказывать об этом. И все это в конечном счете ведет к тому, чтобы ребенок как можно меньше боялся, как можно меньше страхов испытывал и ненужной тревоги по таким элементарным вещам. Сексуальное воспитание идет не так часто, как, допустим, география, физика или химия. Раз в неделю она предусмотрена, и этого достаточно для того, чтобы какую-то информацию преподнести ребенку в том возрасте, в каком он способен эту информацию переработать. Я не знаю, как с этим вопросом в России. Если этот вопрос вообще никак не обговаривается, и если не пытаются искать формы, это большая глупость. Это подход людей не современных 21 века, а какой-то подход каменного века. Напишите в комментариях, мне будет интересно узнать, как это происходит в России. Кто с русскими детьми говорит об этом? Всегда ли это именно только папа или мама? Или часто это улица? Или они черпают информацию, может быть, из интернета, из фильмов? Опять же, это частичная информация, это не полная информация. Ребенок не сможет полностью по каким-то картинкам восстановить всю картину в голове своей, где-то додумает, где-то на улице что-то расскажут. Если до сих пор такой подход, то это не цивилизованный подход. Мы живем в 21 веке, нужно пытаться эти вещи регулировать, нужно пытаться правильно информировать своих детей, и поэтому я считаю, что в Европе нашли оптимальный вариант, соответственный нашему времени, какой только можно себе предположить. Если нет, напишите об этом, согласны вы со мной или нет. Вообще, как вы относитесь к этому вопросу, и считаете ли вы, что у детей должно быть какое-то половое воспитание, или это должен быть такой спонтанный процесс, который сам по себе, Бог его знает, как развивается. Субтитры создавал DimaTorzok